Следователь это делает сознательно, чтобы, введя вас в состояние стресса, заставить не контролировать то, что вы говорите. Прямо в протокол отвечаете. Я считаю этот вопрос наводящим, его задавать нельзя, отказываюсь отвечать. Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и партнеры. И сегодня мы поговорим о наводящих вопросах, как я и обещал это ранее. Итак, наводящие вопросы задаются, как правило, во время допроса, соответственно, в рамках расследования уголовного дела. Немножко рассмотрим, а какие вообще бывают вопросы на допросе, наиболее распространенные рассмотрим. Самое первое это установочные вопросы, когда выясняются фамилии, имя, отчество и обстоятельства какие-то. Второй блок вопросов – ситуационные, которые обрисовывают конкретную ситуацию, в которой что-либо произошло. Третий блок – это извлекающие вопросы. Например, а вы устаете на работе? Вы отвечаете, да, устаю. Из этого можно сделать вывод, что ваше внимание в это время, в послерабочее время было притуплено и так далее. Четвертый блок – направляющие вопросы. Есть одна тема, и если вы отходите от темы в своем повествовании и рассказе, следователь вас направляет, чтобы вы вернулись обратно в канву разговора. Примерно то же самое, кстати, происходит и в суде. Уточняющие вопросы, те, которые позволяют следователю судить о том, какова ваша память, избирательно, или же наоборот, достаточно крепкая, хорошо все очень помнит. Это следователь использует для того, чтобы расставить логические ловушки. Если вы очень подробно и хорошо помните все предыдущее до определенного момента, а потом вдруг резко начинаете забывать, это является сигналом того, что вы врете, скрываете, то есть у вас включается синдром избирательной памяти. Вы помните прекрасно весь день до 18.00. И также прекрасно помните после 18.30. Всем все понятно. Это уточняющими вопросами выясняется. Также есть блок провоцирующих вопросов. Следователь это делает сознательно, чтобы, введя вас в состояние стресса, заставить не контролировать то, что вы говорите. И оговориться, выдать ту информацию, которая нужна ему. Надо понимать, как я всегда повторяю, что на допросе допрашивают вас. Соответственно, следователь будет всеми возможными путями пытаться добиться именно той информации, которая нужна ему, а не той, которой вы располагаете. Есть очень большая разница между этим. И, наконец, те самые наводящие вопросы. Часть 2 ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса Прямую запрещает на допросе, именно на допросе, использовать наводящие вопросы. Что это такое? Это вопросы, которые в своем звучании уже содержат ответ. Например, а вы помните, что на таком-то, таком-то куртка была синего цвета? Это самый натуральный, наводящий вопрос. Правильно этот вопрос должен звучать в рамках закона. Вспомните, пожалуйста, какого цвета была куртка на таком-то, таком-то. Если вы вдруг столкнулись с такими вопросами, все очень-очень просто. Они содержат ответ. Цвет, какое-то событие, указание на какого-то человека. Вот это все наводящие вопросы. Рядом с вами нет адвоката, но вы понимаете, что это наводящий вопрос. Ничего страшного. Прямо в протокол отвечаете. Я считаю этот вопрос наводящим. Его задавать нельзя, отказываюсь отвечать. Собственноручно вписывайте такой ответ в протокол. Очень важно, чтобы этот вопрос был зафиксирован в протоколе, и вы на него именно так ответили, поскольку это является прямым нарушением со стороны следователя. И потом вам очень сильно может помочь в доказывании своей невиновности и противодействию следователя, если он занял вдруг, скажем так, не совсем корректную к закону и к вам позицию. Так почему же наводящие вопросы запрещены в законодательстве? Все потому, что в них уже содержится ответ. И это не ваш допрос по фактическим обстоятельствам, которые вы помните. А на самом деле подгонка того, что знает следователь, к тому, что скажете вы. Это не расследование. Это фактически фабрикация. Если следователь считает, что он вам так помогает, это заблуждение. Он может вам помогать уточняющими вопросами. Но наводящими вопросами он помогать не может. С помощью наводящих вопросов очень легко из свидетеля сделать обвиняемого. И наоборот. Имейте это в виду. Почему, например, допрос несовершеннолетнего обязателен с применением аудио и видео? Ровно для того, чтобы понимать, в каком состоянии был несовершеннолетний. Был ли он в состоянии аффекта? Был ли он напуган? Отвечал ли он сам? Или ему подсказывали? В остальном, чтобы было понятно, следователь уволен в выборе тактики допроса. У него запрещено только задавать наводящие вопросы. Все. Все остальное ему разрешено. Но при этом у него есть и обязанности. Следователь должен как можно ближе к тексту записывать все ваши показания. Фактически, следователь ведет допрос. Если же будет выяснено, что следователь злоупотребляет своими полномочиями и впрямую нарушает закон, задавая наводящие вопросы, вы на него должны жаловаться вышестоящему начальству и просить сменить следователя. Получится или не получится, вопрос всегда оценочный. В нашей практике очень нечасто следователи меняли. Но для суда это будет очень важной информацией, что следователь во время расследования уголовного дела нарушал ваши права. Это важно для вашей защиты. Бороться с наводящими вопросами, особенно когда допрос длится более 4-6 часов. Возможно, только с адвокатом. Вы вряд ли через 4-5 часов допроса будете различать наводящие и ненаводящие вопросы. А следователь, не будь дураком, будет их вам задавать, а записывать несколько иначе. Как это обычно происходит? Следователь задает наводящий вопрос, получает тот ответ, который он хочет от вас получить. Именно так. Наводящие вопросы нужны ровно для того, чтобы получить нужный следователю ответ. Запомните это. Нужный ему. Немного интерпретирует потом вопрос, чтобы он не казался и не выглядел наводящим, но ответ ваш записывает ровно так, как вы и сказали. И в таком виде это уходит в суд. Доказать потом будет что-либо очень сложно. Только адвокат, который сидит рядом и фиксирует конкретно каждый вопрос, добивается того, чтобы каждый вопрос был занесен в протокол, сможет уличить такого следователя и наказать. Еще один пример наводящих вопросов. Был ли такой-то, такой-то, когда разговаривал с вами в состоянии алкогольного опьянения? Это наводящий вопрос. Правильно должен звучать вопрос. В каком состоянии был такой-то, такой-то, когда с вами разговаривал? Так вот, не очень законопослушный, скажем так, следователь задаст вам именно такой вопрос. А был ли в состоянии алкогольного опьянения такой-то, такой-то, когда с вами разговаривал? Вы ответите. После этого он, недолго думая, запишет вопрос иначе. Как раз, а в каком состоянии был? Вы не поймете разницу, что сейчас вам задали наводящий вопрос. Мало того, в протоколе он будет записан как правильный, нормальный вопрос. Вот чтобы всего этого не было, обращайтесь к адвокату. И боже вас упаси ходить на допросы в одиночку. А теперь обращение к предпринимателям. Господа, я подготовил для вас практикум о защите прав предпринимателей при расследовании экономических преступлений. Это живое общение со мной в формате офлайн, то есть личная встреча. Всем известно, что в России бизнес, особенно успешный бизнес, кошмарят правоохранительные органы. Выемки, обыски в офисе, дома, изъятие документации оргтехники, бесконечные допросы сотрудников и вас. Как раз на этом практикуме вы получите инструкции, как вести себя на допросе и на обыске, чтобы не наговорить лишнего. Как правильно фиксировать нарушения и злоупотребления правоохранителей, чтобы потом это стало доказательством вашей невиновности. Что можно и нужно делать при общении с правоохранителями в первую очередь, чтобы потом не допустить непоправимых ошибок. Что категорически нельзя делать при общении с правоохранителями, чтобы понимать, какие за это будут последствия. Более подробную информацию о практикуме и его стоимости получите по ссылке под этим видео. С вами был Корнев Антон. Подписывайтесь на всякий случай.